Сура 81. Скручивание. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Когда солнце будет скручено и лишится своего сияния и будет брошено перед наступлением дня суда, и когда звёзды падут, потеряют свой порядок и рассеются, и когда горы будут приведены в движение, оторвутся от земли, рассеются пылью и поплывут в пространстве, и когда верблюдицы на десятом месяце беременности, которые очень ценны и требуют особого присмотра, останутся без присмотра из-за великого ужаса, и когда дикие животные будут собраны, и когда моря вспыхнут огнём, и когда души будут распределены по группам, иудей к иудеям, христианин к христианам, многобожник к многобожникам, лицемер к лицемерам, а верующий к верующим. И когда закрытая, похороненная живьём девочка будет спрошена, за какой грех она была убита, на тех девочках не было никакого греха, чтобы их убить, и когда свитки с записями дел будут развернуты для расчёта, и когда небо будет сдёрнуто. Рождение дочери у да-исламских арабов считалось позором, и нередко отцы девочек из-за частых издевательских насмешек своих соплеменников уносили своих дочерей в пустыню и заживо закапывали в песок. И когда ад будет разожжён с ещё большей силой для неверующих, и когда рай будет приближен к остерегавшимся наказаниям Аллаха, узнает каждый, что он приготовил, какие дела он совершал при жизни. Но нет, я, Аллах, клянусь отступающими небесными телами, плывущими по своим орбитам и скрывающимися за горизонтом, и ночью, когда она наступает своей темнотой, и ранним утром, когда оно свежестью дышит. Ад разгорится от гнева Аллаха и грехов человечества. Эти двенадцать вышеперечисленных событий таковы. Первые шесть из них будут в истории мира, а шесть следующих, когда наступит судный день. То есть вечной жизни. Все звёзды и планеты названы отступающими, так как днём они становятся невидимыми. Поистине, это Коран, однозначная речь, передаваемая от Аллаха, высокочтимым посланцем, ангелом Джибриилом, обладающего силой для исполнения повелений и при владыке трона, при Аллахе, занимающего высокое положение, встречающего покорность, которому подчиняются другие ангелы, и при этом надёжного в передаче откровения от Аллаха. И соплеменник ваш, о жителе Мекки, пророк Мухаммад, не является одержимым. И он, пророк Мухаммад, видел его, ангела Джибриила, обладающего шестьюстами крыльями на ясном горизонте перед восходом солнца. И он, пророк, не скупится передавать сокровенное, откровение, которое он получает от Аллаха. И это Коран, не речь какого-либо сатаны, побиваемого камнями, проклятого, как о нём говорят курайшиты, а речь самого Аллаха Всевышнего. Куда же вы идёте, оставляя Коран? Это Коран, ведь только увещевание, наставление Аллаха мирам для всех джиннов и людей. Для тех из вас, кто желает придерживаться прямоты в отношении истины, веры и повиновения Аллаху, прямо и твёрдо исполнять Слово Аллаха. Но вы не пожелаете этого прямоты, если не пожелает Аллах, Господь миров. Достичь осознания необходимости придерживаться прямоты в исполнении Слова Аллаха можно только в том случае, если этого пожелает Аллах, и если он окажет на это содействие.